Это Владимир, гений телефонного мошенничества. Аферист разработал уникальную схему для обмана людей. Да, Сашенька, привет. Как тебе нравится у Деда Мороза? Парень убедительно скрывает, что он мошенник. Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы решили найти людей, обманутых этим аферистом. Изучив мошенническую схему Владимира, наша съемочная группа решила выяснить, куда аферист направляет заработанные деньги. Как оказалось, парень собирает в своем логове приспешников, и вместе они решают, как распорядиться награбленным. Внешний вид Владимира – один из важнейших этапов подготовки. Для того, чтобы войти в образ, Владимир надел шляпу. Хотя на самом деле он скрывает под голодным вором лысину, как Михаил Боярский. А ведь Михаил видел тысячи таких, как Владимир. Почему вы считаете, что мы придурки? Мы решили остановить показ сюжета, ведь Владимир задал очень интересный вопрос. Действительно, его звание не подтверждено ни одним экспертам. Родитель номер один, родитель номер два. Владимир перечислил мужчин, на которых у него стоит. Это в очередной раз объяснило, почему у него нет девушки. Это Владимир – гений нашего времени. Сейчас он занимается изучением современных технологий. Среди гениев в мире компьютерных технологий парня уже сравнивают с Тони Старком, ведь в реальной жизни он тоже Дауни. Наша съемочная группа решила узнать результаты работы Владимира. Как оказалось, гениальность Владимира дала сбой. Парень в растерянности. Как некогда великий ум растерял свою гениальность. Для того, чтобы это понять, мы решили изучить биографию Владимира. По нашей информации, с раннего детства парень отличался выдающимися способностями. Уже в шестом классе он научился в уме складывать однозначные числа. Гений сразу взялся за голову и понял – он теряет волосы. Изучив ситуацию, парень осознал – его интеллект вытесняет волосяные луковицы. Чтобы сохранить оставшиеся волосы, Владимир принял решение – в срочном порядке деградировать. Это напоминает мне разговор в юридической консультации, когда бабушка приходит, говорит адвокату – имею ли я право? Он говорит – имеешь, бабушка. Она – ну нет, я хочу спросить – имею ли я право? Да имеешь же. Ну могу я или нет? Нет, бабка, не можешь. Продолжение следует...